Когда нам через 10 лет после нашего пребывания в Нью-Йорке, второй эмиграцией, я разрешаю называть меня, разрешили приехать сюда, и фирма «Мелодия» прислала мне специальное приглашение, чтобы я мог привезти оригинал и заключить контракт по поводу выпуска легальной пластинки Аркадия Северного на фирме «Мелодия», вот в 89-м году, еще при разгаре советской власти, я сюда приехал. Ну, Андрей Торпила обещал быть в следующий раз, он подтвердит мои слова, надеюсь. Далее. Я тогда уже слышал такое имя Холи Васин. До отъезда такого имени я уезжал в 79-м году, и я не слышал, не знал, что такой человек существует. Но когда я приехал, уже кое-кто знал его и говорил. Ходили слухи про популярную рок-группу в Санкт-Петербург. Я тоже их, к сожалению, не слышал, я только слышал их осколки под названием «Колокол». Так вот, у меня был друг в клубе флафонистов, покойный, Олег Кошелек, который, к сожалению, был убит. Но до того, как он еще был убит, у меня была к нему просьба, мы с моим предприятеля. Я ему говорил, Олег, познакомь меня с какой-нибудь бетломанкой. Ну, в шутку, конечно, там. Ну, проходит какое-то время, он мне говорит, слушай, у меня здесь замечательная бетломанка. Я говорю, ну давай, приходи с бетломанкой, познакомься. И вот он однажды приходит вот с этой девушкой ко мне в гости. Ну, девушка очень приятная, замечательная, разговорчивая. Ну, слово за слово, мы с ней подружились. И даже потом что-то возникло, чувства какие-то. И вот результат этих чувств сидит рядом со мной. Результаты уже зовут ее Сашенька. Ей уже 20 лет. И она, моя, будем называть Маша, она меня как раз и привела к Колю Васину. На Пушкинскую 10. Вот с этого момента и началось мое общение. Но это еще было задолго до появления Саши. Что я хочу сказать? Коля Васин, безусловно, явление в нашей андеграундной культуре. И то, что он ушел, это, конечно, огромная утрата и для нас, и для города, и, может быть, для России. Поэтому предлагаю выпить за его память. Ну, я думаю, ladies first, как говорят на обещание, прошу вас, высказать несколько слов. Мне немножко труднее сказать, потому что с Колей Васиным я познакомилась уже гораздо позже, практически в 2000 году. Танюша, извини, пожалуйста. Представься вот на аппарат. Да, на аппарат. Представьтесь. На аппарат. Вот, у меня, я снимаю, да. Да, да, да. Татьяна Баранова, художник с Пушкинской 10. Ну, общения у нас были довольно-таки краткие, потому что у нас с мужем всегда собаки были, а он как-то подошел и сказал, я очень боюсь собак. Но уезжая куда-нибудь, он очень просил ухаживать за своей кошкой. И поэтому мы ухаживали за этой кошкой. Ну, я видела людей, которые к нему приходили, даже мальчиков, это сын такой вот, химика, которая в блокаду она прожила, она коломенская жила. И как школьники ходили к нему, он рассказывал, как они ходили слушать музыку Коли Васина, как они собирали, собирались и обсуждали проект храма. И вот это вот такая вот жизнь. Видела я, как группы заходили, как приезжают люди с разных концов, не только России, но и с других стран. А где Коля Васин? А когда можно к нему прийти? И если Коля Васин был, к нему звонили, он так открывал дверь, выглядывал, смотрел, сколько человек, и запускал. Говорит, ну, не больше пяти, не больше пяти, но заходило до двадцати человек. Как они помещались, я не знаю. Ну, очень такое вот какое-то очень живое и интересное общение. Ну, пока не пишут, вот я покажу этот результат знакомства. А всем покажи, посмотрите, интересно, кстати говоря, подход к изображению. Узнаваемо, а в то же время, как... Ну, качественно сделано. Каждый по-своему. Конечно, вы видите, так же замечательно. Весьма. Возьмите. Сама работа. Ну, хватит. Сделала же. Возьмите. Возьмите. Себе. Ой, спасибо. Сашки заберем. Так давайте продолжать, ничего страшного. Просто, ну, сядут люди и все, да. Ничего. Ну, все, что хотите сказать, все подряд. Что знаете, что хотите сказать, какой власть? Я хочу сказать, что Николай Иванович, это в некотором роде лицо нашего города. Питер все-таки считается культурной столицей России. И вот Николай Иванович у нас неотъемленная часть. Это легенда города. Это знаковые фигуры. Потому что люди, которые связаны с музыкой, и люди искусственные, творческие, они именно являлись той средой, с которой Николай общался. И поэтому у него в основном собирались люди не просто какие-то с улицы, а именно творческие, которым было интересно с ним общаться, и ему с этими людьми. И поэтому это большая утрата, что его не стало. Но вот я хочу сказать, что на Пушкинской, когда поминки делали, если кто-то помнит, да, сколько людей, во-первых, собрались, и хотя ситуация была, как бы, поминки, это всегда тяжелый момент в жизни, но атмосфера все равно была какая-то позитивная. И там и пели, и говорили, и сама атмосфера была все равно позитивная. Это всегда так было с ним, всегда было связано. Поэтому это светлый человек, творческий человек, потому что он был у нас и историком, он был и художником. Значит, так как я к музыке некоторым образом отношения имею, могу сказать, что у него отличная память. Вот мы все, как бы, когда говорим, группа Битлз, миллионы людей группу Битлз знают, любят, но мы помним какие-то мелодии, какие-то там тексты из произведения. А он знал каждую пластинку, когда она выпущена, какие песни, тексты и мелодию мог напеть. То есть у него прекрасная была память и музыкальная, и поэтическая. Поэтому он творческий человек. И это очень знаково, потому что мало людей настолько вдумчиво, серьезно и практически всю сознательную жизнь занимались творчеством Битлз. Таких людей единицы, я думаю. Потому что, легко сказать, люблю группу Битлз, но настолько профессионально и серьезно, и глубоко разбираться и вникнуть в это дело, значит, те же самые книги, которые он подготовил. Слава Богу, у меня книга есть с его Дарсиной подписи, и я этой книгой очень дорожу. Она и показывает, насколько тяжело было ему собрать весь этот материал, учитывая, что он начал его собирать еще в советские времена. Насколько мы знаем, все это было закрыто, тяжело даже, как бы даже невозможно. Но тем не менее, он все эти годы собирал, собирал, собирал. И те же материалы в книге, которые по годам разложили все творчество Битлз, говорят о том, насколько он серьезно, профессионально, всю жизнь свою сознательную к этому относился. Так что вот очень жаль, что он нас покинул, но мы его всегда вспоминаем и будем вспоминать как светлого, умного и творческого человека. Да, я добавлю, господа, значит, с вами разговаривал сейчас, беседовал, толкал речь. Ну, ты... Великий человек современности тоже. Петр Ильишенко. Он учился с Сережей Курехиным в музыкальной школе. Друзья. Друзья с детства. То есть... Это в Евпатории было, чтобы все понимали. Его тепло отозвался. Я считаю Сережу питерским, но по факту он музыкальную школу закончил, учился в школе в Евпатории. Я добавлю такую вещь, что Коля Власин, вот я вот так сформулировал для себя, что он просто является апостолом. Апостол, потому что он как бы... Группа Битлз, она как бы сама по себе, но она в нашу такую серую жизнь внесла. Такую радость. Я помню эти 60-е годы, когда появились эти вот КГБшные магнитофоны, приемники, да? И мы все слушали это. И была такая радость. Это было такое чудо. Я вот только потом осознал, что из себя вообще Коля Власин представляет. Коля Власин апостол. Он это понял, оценил, и он как бы... И пронес это по жизни, это знамя вот этой красоты. Потому что все мы были тогда ущербные, серые какие-то. А вот такое веселье, любовь, радость, она появилась именно с Битлз. Володя, представь Женю, пожалуйста, чтобы... Евгений Гимпер. Это шикарный петербургский художник. Не член Союза, он его презирает. Он свободный, вольный, парящий. И его кисть будет стоить через 10 лет, ну, под миллиард где-то. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Друзья, если кто-то захочет что-то сказать, прошу, как в первом классе, поднимать руку. Вот я поднимаю руку, хочу что-то сказать. Вообще, столько не позволяй. Мне сказали, что. Значит, друзья, я хочу внести немножко поэтической струи сюда, в наш разговор. Среди нас несколько поэтов. Я тоже ищу себя надеждой, что я поэт. Я пишу... Моя поэзия несколько странная. Она так идет, такая концепция. Быть поэтом, чтобы не сойти с ума. Поэтому, когда я только узнал, что Коля Васин ушел от нас, я написал стихи, чтобы сразу как-то выбросить из головы эту... Они коротенькие. И я сейчас прощу. Они называются «Приказ». Приказал нам долго жить, Коля Васин, долго жить и не тужить с безобразией, что подбрасывала нам та же духа долгой жизни пацанам и марухам. Выпьем за это. Так, ну что ж, здесь после питья у нас просит слово Гриша Козел. Я предлагаю, если человек просит слово, надо ему дать. Григорий Козел, архитектор, что определило то, что я с Коля работал 26 лет. Мы познакомились в 90-м, буквально сразу после того, как Коля приснился храм. История нашего знакомства не дурная, ее можно было бы рассказать. Но сейчас я хочу сказать о другом. Есть несколько моментов, которые очень важно иметь в виду, когда будет делаться этот фильм. Например, вот эта картинка, она была по-грузным телам. Имена он даже не произносил. Он называл их «лысый», «усатый». Максимум, что он из себя мог выдавить, про то, что написано слева, это Лукич. Причем он это настолько, это была физическая боль. Поэтому очень многие вещи нужно иметь в виду. Он не был собирателем, он не был коллекционером, он не был ценителем, он не был пропагандистом. Лучше всего о нем сказал, когда подхоранивали урну с прахом Коли на кладбище к его родителям. Отец Вячеслав. Именно так я его сам под себя называл. Более того, Коля с этим был согласен. С некоторыми оговорками, да. Отец Вячеслав его справедливо назвал городским сумасшедшим. Но только городским сумасшедшим такого полета, это был такой юродивый, святой человек, что когда мы будем все это делать, нужно иметь это в виду. Коля был просто совершенно невероятным человеком. Главное в его жизни было одно. Но оно было такое огромное, что вмещало в себя всю Вселенную. Это любовь. Причем любовь необыкновенная. Необыкновенная. Она его заводила в такие диабрии, он стихи писал. Из-за этой любви. Он музыку слушал из-за нее, для нее, чтобы эта любовь в нем не угасала. Он Джона стал считать своим папочкой и лучшим другом. Есть плакаты и значки, где Коля рядом с Джоном. Они в обнимочку. И поскольку я делал, может быть, половину плакатов, значков, календарей вместе с Колей, на одном из значков я сам делал. Они с Джонником. И у них волосы превращались в нечто единое такое. У обоих волосы длинные. И вот такая вот была идея, затея. Я делал с ним его книги, афиши к концертам, открытки. Он даже один раз позволил мне немножко полепить свою фантастическую керамику. Когда он спросил меня, ну как? Я говорю, Коля, а вот здесь бы вот... Он говорит, а на, сделай. И позволил мне прилепить к одной из своих сумасшедших вас один такой вот элемент. И мы делали с ним храм, делали макеты. Он делал храмы из керамики, я делал храмы из картона, поскольку как архитектор я хороший макетчик. Вот. И что еще очень важно, я младше Коли на 10 лет, но с самого начала эта разница в возрасте прекратилась. Он тут же сказал, что стал говорить мне «ты», а я по роду своей профессии второй привык всем говорить «вы». Я работаю с детьми, с маленькими, и всем, с самым даже маленьким, я говорю «вы». И единственным в мире человек, с которым у меня получилось перейти на «ты» без проблем, это был Коля. Коля называл тех, кто любит Битлз – братцы. И господа. И вот в этих двух словах я, так получилось, на концерте говорил как раз именно эти слова, когда мне удалось выйти к микрофону. Словом «господа» у нас делал вот такими. А словом «братцы» у нас делал вот такими. Леди анджентльмены, ее бы не счастливы. Вот. Коля был, странно, что Коля был. Коля был человек-храм. Он был не просто, и вроде бы не просто, святой, не просто городской сумасшедшей. Он был храмом. Кстати, городским «сумасшедшим» он себя сам называл. Да? Да. Так мы с ним говорили об этом и не раз. «Блаженный», правильно сказать. «Блаженный» он смущался. Он вообще мало чего смущался. Но вот слово «блаженное»… Сумасшедший, нормально. Сумасшедший и устраивает. Можно я скажу. Есть в английском языке такое понятие «crazy man». Это не значит человек сумасшедший. Это значит человек увлеченный до мозга костей. И вот все мы здесь, люди увлеченные, мы можем называться все «crazy man». Мы, еще есть выражение «abnormal», мы не совсем нормальные. Мы увлечены одной и той же идеей. Хочу дополнить ваше высказывание, опять же, в поэтической форме. Коля Васин долгом красен. Он задумал сделать храм. Храм-то должен быть прекрасен. Посвящается он нам, через Ленона, Маккартни, через Харрисона, Джорджа, через Ленинга Стара, Старки. О любви и без трезвона. О любви и дружбе храм. Завещал он это нам. Мы должны эту идею продвигать вперед. Эта идея не должна быть брошена. Всю нашу оставшуюся жизнь мы должны стараться эту идею продвигать вперед. Кстати, Григорий, сейчас, одну секунду. Ты сказал, что он увидел про храм во сне. Здесь пару слов еще добавить нельзя. Как это вообще-то произошло? Уже к тому времени, это был 90-й год, к тому времени Коля уже много лет, начиная с 71-го, устраивал концерты. Первый концерт был посвящен Джорджу Харрисону в 25-м параде, в 71-м году. И в том же году был организован концерт 9-го октября, в день рождения Джона Лена. И Коля все время был в таком полете, он двигался в своем родении, как он это называл. Вот если назвать его деятельность правильно, это будет именно это слово. Родение. И у него все время было ощущение, что чего-то не хватает. Не хватает чего-то такого. А вот как же люди, они многие даже слушают Битлз и не слышат этого. А его брат и родители, они в какой-то момент, как всегда бывает с увлечениями детей, они не были за. Их это не устраивало. Но, что ценно, они ему никогда не устраивали. А его брат однажды Коля потряс, он пришел к Коле с бобиной еще и сказал, запиши-ка ты мне свою музыку. Короче, именно у него эта мысль вытревала. И после... В 90-м году, после 9-го октября, после концерта посвященного Джона, концерт получился особенный. Я на этом концерте не был, но Коля всегда его вспоминал. И он просто-напросто, он несколько ночей, можно сказать, находился в каком-то таком угаре. и через несколько дней после концерта он просто... По моему ощущению, это было спасение. Иначе бы он просто умер от этого безумия, которое с ним происходило. Это было спасение. И муприс Мцеха. А, ну, раз уж зашла речь, мое знакомство с ним, дальнейшей дружбой и то, что я с ним потом работал много лет, как толчок, имели следующую историю. Один мой однокашник по институту, мы встретились случайно на улице, оказалось, что мы рядом живем, и он меня заточил к себе, мы сидели, разговаривали, и он говорил, вот, меня позвали Коли Васину. А Коли Васин для меня был, ну, как икона в комнате деда, на которую я молиться не смею, потому что это дедовая икона. Вот, Коли Васин был такой же, какой-то вот такой вот, вот где-то там. Вот. И вот сегодня об этом говорили, да, что судьба велит. Он не пошел, а пошел я. И с этим парнем мы больше ни разу в жизни не встретились. Я ему оставил свой телефон, а у него телефона еще не было. Мы вообще больше ни разу, никак никогда. Но я пошел к Коле и остался. Но так получилось, что еще ничего не зная, вот, я слышал уже про эту вот идею. Этот парень мне ее, как бы, подтвердил. Вот. Я пошел к Коле, я нарисовал эскиз храма. Конечно, это было совсем не то. Вот. Но, когда мужик, не Сколе одного роста, но он гораздо плотнее, и очень физически такой, крепкий, вот. Когда мужик на пятой минуте знакомства тебя обнимает и целует, вот так вот, потому что он говорит, вот, вот человек, он пришел с эскизом храма. Это никуда не годится, но он пришел. Вот. Вот. Так это была история. Слово дальше попросил Сережа у нас в Ковальске. Сережа, да, с Ковальскими. Так, лучше все. Во-первых, я хочу сказать свое мнение, что, хоть все-таки Коля Васин, это, как бы, понимаете, творческий псевдоним художника, хоть он, конечно, Николай Иванович, но надо его звать, как мне кажется, Коля Васин. Правильно. Это во-первых. Ну и дальше, возвращаясь в глубины времен, хочу сказать, как мы с ним познакомимся. Для меня это было очень интересно. Познакомил нас с Лешей Лямин, который, я надеюсь, в следующий раз будет здесь, на следующем, вот, таком, толковище. Коля Васин был человек, который не замыкался на музыке Битлз. Для меня это было очень важно. Человек ощущал музыку, вообще, целиком, как она существует. Примером этого было наше первое знакомство. Он жил еще, как вы знаете, на Ржевке. И, значит, я поехал к нему. А я живу на Пискаревке. Это как бы рядом. Я поехал к нему, и как он меня принял? Ну, посмотрел на меня. Привет, привет. Типа, да. Я думаю, я вижу эти бесконечные пластинки, Битлз, когда я еще в руках не держал, меня все уколоть, а сейчас вот он поставит мне лучше винил. Он берет винил и ставит. И что я слышу? Я слышу Шаляпина. Ты как гость, я понимаю, что я буду? Постах ли Битлз? Нет? Конечно. Я говорю, я внимательно слушаю Шаляпина. Мы слушаем одну сторону Шаляпина. Конечно, пластинка заканчивается. Я терплю. Хотя Шаляпина хорошо. Я-то жду Битлз. Он берет следующий диск и думаю, ну, сейчас. И что вы думаете, я слышу? Я слышу Раги Рави Шанкара. И опять, как исправный гость, сижу и выслушиваю до конца Рави Шанкара одну сторону пластинки. И когда наконец-то, чего он меня маринует-то? А кругом стоят самиздатовские книги, которые он заказывал, переводы, вот эти все тома, про рок-музык, про Битлз, пластинки, реводственники текут. Это не потому, что я уважаю Рави Шанкара. Люблю его музыку. И наконец-то, испытав меня на терпение, ставил наконец-то сержанта. Ну и покатилось дальше. Мы как бы задружились уже. Меня выдержал вот он в маринаде. И в конце уже, когда он прошел, не знаю, там три-четыре часа, я думаю, дай-ка я у него попрошу Том какой-нибудь самозданно там, Битлз, я еще мало чего знал. Это было, знаете, это был конец 70-х. Типа, 79-го года. И к великому удивлению, он снимает этот огромный том в полке и дает мне. Как вы понимаете, без расписки, без там, клятвы возвратить. Я был настолько вот как поражен этой щедростью этого человека. И тогда я обнагревал, сказал, слушай, а пластиночку мне было? Подогнать, да. Дает. В то время это же было уникально. Сейчас мы пойдем купим, закажем. Дают. Без всяких. Все, я его нарушу. Он в восторге. Все на пескарелку. Он говорит, ловлю кайф. Потом он приезжает ко мне. В ответ, я приглашаю его к себе. Он приезжает ко мне. Пол пустая квартира. Ну, где, говорит, у тебя Битлз? А у меня был Каспер Гридис Кремовер еще. Причем, такой неполный, канадский такой. Помните, одна вещь отсутствовала. В то время и он в таком был кайфе. Тут вот мы совсем уже задружились, как бы он полностью попал туда куда надо. И первая, одна из моих первых картин была написана на тему музыки Ревальвер. То есть Ревальвер. И он так посмотрел, да, это здорово, говорит. Но, говорит, почему-то вот нету, говорит, портретов на этой картине. Она такая абстрактная картина, вообще-то вот такая. Ассоциативный абстракционист и пишу картины на музыку. на разную музыку, которая здесь отдается. И вот мы с ним таким образом сгружились. Но я вооцененный человек широких понятий о том, что есть музыка, что есть люди. Но это вот первое мое. Второе, могу сразу сказать, это его, конечно, вот эта великая идея храма. Что ты скажешь? Однажды, однажды, она почти что могла состояться. Я вменую, может быть, надо потом рассказать, как его привем на Пушкинскую 10, а кто не знает, это все знают Пушкинскую 10. И уже 30-й год пошел. Это дом, который мы, неофициальные художники, взяли самозахватом. 7 лет войны с правительством, бандитами и бизнесом. Потом мы получили уже нормальные документы, произвели ремонт капитальный. 20 лет мы живем на новую уже Пушкинскую 10. Где-то вот, значит, в 90-х годах, в какой-то момент мы так не общались, ходим, что там на Ржевке, а я непонятно вообще где. И тут мы встречаемся на Пушкинской улице, где там Пушкин стоит, знаете. И он идет меня навстречу, я ему-то навстречу. Я говорю, привет, привет. Говорю, что ты тут делаешь? А он мне тоже, а ты что здесь делаешь? Я говорю, у меня вот Пушкинский дом, сквот. А я-то и живу здесь, а он переехал на Пушкинскую улицу, у него комната там, коммуналка как раз через Пушкина. Я говорю, ну, пойдем, мы пошли, посмотрели, там какие-то менты у него в квартире, там не давали ему покоя, а часок ехать, что-то самое там. Я говорю, Коля, а что ты на Пушкинскую не переехать-то? Собственно, я говорю, а вы что, как? Я говорю, ничего, пока еще места есть. И мы с ним повалили на Пушкинскую, и он таким образом оказался на Пушкинской 10, в самом начале Пушкинской 10. Это какой год? Это примерно 90-х, 1-е или 90-е я точно даже не помню. Ну, в самом начале. Я туда заехал в 89-м, и начался наш проект, который привел к тому, что мы сейчас нормально там существуем. И, конечно, и началась его жизнь там вот этот, как он назвал, офис, храма. И начался приход людей, и принос идеи, и принос всего, чего необходимо для деятельности этого офиса. Он стал там обжигаться. Потом, и через 7 лет был ремонт капитальный, я его перевел в задний двор, он там построил печечку. Многие, наверное, помнят, которые там были, что отопления не было, у нас обрушились, воды не было, ничего не было. И существовало там. Потом я его перевел после ремонта обратно в его старое помещение, которое вы все прекрасно знаете. Вот такая вот история. И вот в этом самом помещении произошла уникальная встреча. В то время, значит, губернатором нашего города был Володя Яковлев. Попомню. Вот. И поскольку мы уже официализировались, вот я имел возможность пригласить, так сказать, власть к Сибири в дом, вот, и как бы показать им, что мы тут не фигнёк какой-то занимаемся, а искусством. Творим, да, не просто. Да. Вот и завожу я Володю Яковлеву, значит, Коля Иванович всегда всех консулов, всех послов, всех заводил к нему, чтобы вы видели. Самое главное. И тут он ожил. Ну, если помните, какой здоровенный мужичина такой, красный мужик. Ну, да. И тут он ожил. Да. Он как-то откинул это всё своё, это такое, ну, в принципе, простой мужик. Я понял, что он в детстве служил Битлс. А Коля сразу, значит, со своим проектом храма. И тот заторчал. И говорит, «Всё, приходите ко мне с этим проектом». Там он строитель. Проектом, да. Проекта мы двинем это дело. И мы, значит, сразу начали. Вот Гриша участвовал в оформлении этого, значит, проекта. И мы подали его по инстанциям туда. Ну, там, понимаете, сквозь инстанции пробиться сложно. Тут Лёша Лямин, который будет помог со своими знакомыми, чтобы продвинули сразу на стол. Тут-то просто запугается, взял губернатора и выпал с ним у Васина. И всё. А там пойдет что-то доберись до него. Подарик ему на стол. Он написал, значит, наискосов такая вот подпись такая, значит, «Главному архитектору города рассмотреть». Губернатор. Всё. Приказ. Главный архитектор года рассматривает, аж год взливаться. Собирает совет архитектурный. И они, минуя всякие там мелочи, выделяют Коле землю. Землю для свалительства храма. Но не там, где хотел Коля. Коля всегда хотел на берегу Финского залива, чтобы его великолепный 90-метровый храм был виден с другого берега океана, так бы говорить. Как минимум, маркиз был лужин. Но тем не менее. И вот тут, понимаете, случилась та вещь, которая характеризует Колю с одной стороны, с очень хорошей, приятной для меня стороной, что он абсолютно не коммерческий человек. Но с другой стороны, он абсолютно не деловой человек был. Потому что в этот момент надо было достать Джокера, инвестора, строителя, которые бы, да, и у Коли этого не оказалось. Вот все хорошие здесь сидят, а кто из вас деловой человек? Включай меня, и я не деловой человек. Жалко, что меня не было тогда. Да, может быть, да. И вот, представляете, вот эта идея, вот эта, она была вот, вот, аналогично, история с Пушкинской, потому что мы в один начали, а у нас в этот момент, когда мы воевали, оказалось это. Строитель, инвестор, и поэтому мы сейчас существуем. Мы чуть раньше начали, чем идея храма Коли, да. Ну, вот такие вот я хотел рассказать вещи. Сережа, а это ты его ванну с травмой сделал в его офисе? Нет. Нет? А я думал, сняхулю. Урасов, он же водопроводчик. Нет, это было для строителей. Как были строители. Ну, наверное, я дал такую команду. Я себе поставил ванну. А вот, значит, это ты. Я им дал команду, я занимался ремонтом. Молодец, хочешь продолжить? Давай продолжим. Дорогие друзья, среди нас присутствует представитель Москвы. наш очень близкий друг. Благодарю вас, что пригласили. Саша Лазарев, поэт, художник, танцор, чисто, ну, будем так говорить, профессиональный финансист. Точно. И он делает салют сам себе. Ну, нам, почему же себе. И вот скажу несколько слов о том, как я познакомился с Колей Васиной. Пожалуйста. Ой, не знаю, что я вам сказал. Можем, не знаю. Ну, встреча с Колей Васиной у меня, благодаря моему другу Александру Травину, произошла спонтанно. Спонтанно не было в планах вообще нам к Коле приходить, потому что, во-первых, я Колю не знал. Я знал, что есть Коля Васина, он существует, ну, как сказать, ну, как вот в любой из нас существует там, допустим, Смольный дворец, существует там, допустим, живые люди, там, артисты, музыканты. Так же я и знал, что есть Коля. Мой друг Саша Травин, он общался с Колей Васиным и знал прекрасно Колю как гостеприимного человека, что, ну, душа человека, он это знал. А у нас вышел так, что я приехал в Питер и надо было сувениров. А я люблю на Москву самокзале покупать, там все сразу есть. Я говорю, садим, поехали, говорю, на московский вокзал и купим там сувениров, ну, и пивка, может, попьем где-нибудь. Ну, давай. Купили сувениров, сидим, пиво пьем, он говорит, слушай, Сань, а что мы вот сидим, давай, Коля, зайдем, Вась, он же, мы же, вот я музыкант, ты, говорит, сочувствующим музыкантом, он мне говорит, давай зайдем, Коль, я говорю, Сань, ну, далеко идти, наверное, да какой тут рукой подать, говорит, вот пойдем, на Пушкинскую 10, пойдем, не вопрос, площадь обошли, заходим, звоним в дверь, Сашка, говорит, стучит в дверь, говорит, Коль, это вот мы тебе, с Москвы тут приехали, он, и долго не открывает, а Сашка, слушай, действительно, мало ли, тут Ходоков ходит, как Кленин, извините, нельзя произносить слово, но тем не менее, извините, у него, как говорится, мало ли кто там приехал, что он должен, скажем, открывать, и вдруг открывается дверь, Коля стоит, ну, заходите, что, что, как, я говорю, Сань, ну, ты скажи, что-то ненадолго, он говорит, да сейчас, он говорит, Коль, мы раньше были, я снимал видео какое-то тебе, помнишь, он говорит, да кого я не могу все вспомнить, все, я не помню, кто его знает, что надо-то? Коль, вот, говорит, из Москвы друг приехал, он хотел, ну, ты, говорит, как говорится, ну, просто известная очень личность, но хоть прикоснуться, говорит, ну, ладно, что надо, я говорю, Сань, если, говорю, ненадолго мы здесь, или ненадолго, надо понять, потому что, как говорится, ты вот, ты сейчас сказал, что мы зайдем, а что зашли-то, цель-то какая? Да никакой цели нет, говорит, Коль, ну, вот просто познакомиться, я, говорит, привел другу показать, что ты есть, жив, здоров, и Битлз, и у тебя храм тут внутри, мы Колю такой, ну, что надо, что не надо, не понимает, и суть в чем, что я говорю, Коль, я прям, говорю, Коль, ну, а можно мы у тебя коньячку вот выпьем вдвоем, что там, там холодно было, зима была, или что-то в этом роде, он говорит, ты посмотрел так, я говорю, Коль, я говорю, Сань, слушай, а тут есть, говорю, что я вот с пустыми руками, неизвестно как, спонтанно, говорю, давай я ему майку Битлз подарю, он говорит, майка, это, кто знает, тут не то, что майк, тут сам можно просто раздавать, я говорю, ну, как-то не культурно, я же, ну, зашел, не знаю вообще, ладно, ты, давай, Коль, можно, я говорю, быстро, сейчас за подачком сбег, у меня здесь осталось, ну, короче, я разрешил, дал нам кружки свои, с Битлами, ну, кружки, я говорю, Сань, ты тут пока что, успели, чтобы нас колен не выгнал, если что, я говорю, да когда, господи, а где здесь, а там же на Пушкинской 10, все это, и магазины, все, что надо, забежал быстро футболку, ну, так, на глаз подобрал, ну, здоровый, Коля, давайте мне самую, они знают, не вопрос, дали мне футболку с Битлами, прихожу, Коль, прям одень, он говорит, ну, тут мялся, он как ходил в халат, домашний был, я говорю, одел, выпили, я говорю, Коль, знаешь что, я говорю, конечно не фанат Битлз, но песня мне бы очень нравится, говорю, можешь поставить, он говорит, какая, я говорю, All My Love, можешь, да, так смотрит, я говорю, да мне нравится очень, и я прям спел, that is all, when I kiss you tomorrow, I miss you, you remember I always knew, и Коля такой раз, ну, он ничего не подорвался, я говорю, поставишь, ну, не вопрос, что же делать, такое дело, нашел пластинку, поставил Битлова, мы с коленом тоже, обнявшись, спели All My Love, он и все знает, я вот, припев, но мне по кайфу, допили мы коньяк, ну, мирно распрощались, и вот, с тех пор у меня очень прекрасные воспоминания о вас там, о посещении, как он визиточку дал, потому что дело в том, что тогда еще, это было года три, саль назад четыре, я не знаю, может, тогда еще, на самом деле, он и до последних дней, я так подозреваю, и даже сейчас, после того, кого нет, все-таки мысль о храме, Рудик, как ты сказал правильно, она, она, вечно, пока он не будет создан, храм любви и мира, имени Джона Ленн. Я уверен, что когда-нибудь, может быть, для наших внуков, Коля дал мне визиточку свою, мне, Сашке, и вот, и жаль, что его сейчас нет, вот так. Я прошу прощения, у замечательной компании. Господа, сейчас перед вами выступал, Саша Лазарев, Александр Лазарев, работник Сбербанка, России, ну да, ну Москва, помимо того, от него много зависит, ну не перестанет, он прекрасно поет, танцует, если кто-то входит в Ютуб, наберите Александр Лазарев, королева красоты, он блестяще ублажает там, дамское общество, которое от него, просто, сегодня я специально написал для него текст, под названием Доктор Секс. Да, вот так, когда нам будет порога. Давайте, сейчас же я подниму тост за наше прекрасное знакомство с Польей Васильевым. У каждого оно свое, но каждая, я считаю, каждая отдельно, особенно и прекрасно, и приятно. Донеси эту мысль до Набиулиной госпожи, может быть поможет. До Грефа, до Грефа. До Грефа еще лучше. А Греф, кстати, сыграл очень хорошую роль. Банки и скультурная комиссия очень сильно. Почему бы тебе и не прийти туда с таким продолжением? Паксим, какая-то здесь? Так, еще Роберт хотел, да? Роберт, пару слов. Сейчас Саша придет. Сейчас Саша придет. Саша ушел. Кто у нас еще сегодня выступал? Сергей, ты будешь? Нет. Не будешь выступать? Еще Володя Халбенко. А он вообще сам-то играл на каком-нибудь инструменте? Нет, к сожалению, я не слышал никогда, чтобы он играл. Кто-нибудь слышал, чтобы он играл хоть на каком-нибудь инструменте? Нет, никто так и не слышал. Шпион. Только на фонографе. Я имею в виду, на проигрыш. Ну, понятно, да. Ну, вот это, мне кажется, немножечко принципиально. Просто вот одно дело человек и сам в это окунался, а другое дело, вот только он погодил его то, что любил. Все равно есть телевизор. Можно я скажу? Пока еще нет, это оператор. Я просто хотел вам сказать такую, здесь очень часто звучит такая тема, тема любви. Любовь, любовь. А что такое искусство? Любви. Да. Искусство это энергия любви, которая, попадая, ну, допустим, певец поет, и вы, слушая его голос, у вас она рождается, вы чувствуете, как это приятно вам, она появляется в вас. Вот это энергия любви, которой был заражен Коля Ласин. И он абсолютно прав, что попытаться создать храм любви, ну, с моей точки зрения, это невозможно. Ну, может быть, он и у меня меня был в этом плане. Но вот эта энергия любви, она вообще во всем искусстве. Чем больше человек вкладывает любовь во все произведения, которые существуют, в литературу, там, в шкульптуру, в кино, тем больше она отдается. И вот эта вот штука, вот чем и занимался Коля Ласин. Ну, мы никто не спорим, ты же понимаешь. Да я понимаю. Пишите мне, пожалуйста. Я не могу. Роберт Габбетер. Да, давай. Внимание, господа. Ну, пускай человек скажет. Сейчас выскажутся очень серьезный человек, любивший и знавший Колю Ласин. Ой, господа, Роберт Габбетер, художник сейчас. Да, да, да. Ну, Коля Ласин, я знаю, порядка 20 лет, ну, уже так, в контакте, ну, скажем, в начале 2000-х года, где-то, 2001-го, где-то, начали контактировать. А уже такая плотная дружба началась, ну, второй-третий год, примерно. Уже довольно частенько встречались. Я к нему привел в гости порядка, скажем, ну, может, по меньшей мере, по полсотне своих друзей, знакомых. Все были рады, счастливы. Вот здесь и Володю Холоменко познакомил, там, ну, потом и Петю, и Гинтера, там, у всех, и многих-многих-многих других. Я не об этом. Я хотел сказать, вот, как-то о Коле Васильевне много было сказано добрых, славных слов, но почему-то, почему-то есть такой момент, вообще-то, ну, как бы сказать, непотребный, немножечко сужает его масштабы, сужает, вот называет, говорит, вот город потерял такой, но город потерял вот такого большого человека, большую личность творческую, вот, не то, что город Россия, да и вообще, можно сказать, в какой-то мере, не то, что Бетлы, неотъемлемая часть мировой культуры, а он неотъемлем от этих, от истории бетловского искусства, вообще, то есть, скажем, даже, это, скажем, в мировом масштабе потеря, понимаете, не меньше, а уж в российском масштабе, это, знаете, это где-то равносильно появление, вот, как говорится, в России есть такое понятие, как не понятие, такая, можно сказать, высокая категория, такая святая, священная, сакральная, все необлаженные, да, вот, Коля, Коля, отчасти, относится к этой же категории, вот, людей, понятий, понимаете, вот, тут, вот, Рудик, Рудольф Фукс, что, в общем-то, вот, его надо, Николай Иванович, да, Николай Иванович, это слишком официозно, официально, Николай Иванович, это можно, можно на каких-то, чубах, да, 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 ну, вообще-то, он был Колей, и останется Колей, Колей, это, во-первых, нежное, доверительное какое-то, понимаете, это такое интимное, можно сказать, это дружеское такое, Коля, это с любовью, понимаете, Коля, он для нас, Коли остался и будет, понимаете, он, боюсь, что, это для нас, а для наших детей, Левнотонков, он Николай Иванович, протестует, честно, мы тут же протестуют, протестуют, я же тебя, я тоже, 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 сотрутся отчество, сотрутся, а Коля Васин будет, да, да, внимание, всем, кто был на концерте, откуда родилась идея, вот этих посиделок, я вам сейчас прочту, стихотворение, еще одно, называется, The Concept, значит, мы, мы на Витебском вокзале в бывшем ожидании зале провели Битлок в концерт, Коле Васин был в концерт, сорок дней ему сбылось, много музыки нашлось, он среди нас незримым был, его Питер не забыл и не забудет никогда, с женом Ленноном всегда будет связан его лик, о, где же ты, блаженство, миг, когда Битлз зазвучали в этом привокзальном зале, наши звезды спели здесь, и Москва прислала весть, Ильченко концерт закрыл, его блюз прекрасен был, и Васильев наш, наш Володя, украшением был в народе, будет, будь всегда, Битлый Фаворев, и Коля Васин наш, априори. Я все-таки закончил, Коля Васин, в априори. Коля Васин, априори. Николай Иванович, ты скажешь мне, какой ты? Я говорю вам про нас. Роберт, скажи, пожалуйста, вот ты с ним много общался, он никогда не высказывал такие мысли по поводу самоубийства и так далее? Знаете, для меня было какое-то... Ну, он был настолько жизнерадостный такой, всегда, май бэби там, или еще же... Это понятно, а вот хотя бы хоть раз проскользнуло так. Нет, вообще-то трагизм в нем был, он постоянно ощущался, знаете, в связи, наверное, не с быточностью его мечты. Чем дальше, тем... Это чувствовалось, что внутри в нем клокотал вулкан, и он переживал сильно. Он вообще верующий был? Верующий, безусловно. Безусловно, он был православный, в общем-то... Он ходил в храмы там, но он как бы... У него была икона, я еще твою икону не помню. Не-не-не-нет, он все-таки был истинно православный, он этим гордился, я крещеный, он с этим говорил, с уважением, родителей поминал. Тогда он должен был знать, что у православных самоубийствах греют было. Он это прекрасно знал. Ну, это пошел, пошел вопреки, как говорится, вопреки всех обстоятельств, это тоже была форма вызова какая-то, понимаете? И своего рода все-таки это тоже подвиг, я скажу. Пусть какой-то... пусть негативный, конечно, негативный такой. И вторая заповедь, кстати, Христа, не сотвори себе кумира. Вторая заповедь, не сотвори себе кумира. Ну, вот, понимаете, тут очень... Это очень важные вещи, я сейчас говорю, очень важные вещи, да. Это не только кумир был, это было на что равняться, это несколько разных вещей. Ну, вот телефон... Да ничего страшного, ну, листочка. И вот, что я... То есть ты ни разу не слышал, да? Нет, нет, нет. Или что-то подсказывал. Смотрите, я хочу сказать, что два момента, вот поразительных таких моментов. Я в нем ощущал этот трагизм, трагизм, вот это какая-то неосуществленность. И даже Володе Холменке, вот моему другу поэту, говорю, я даже сказал как-то в одно из посещений, после его, ты смотри, как Коля переживает, я говорю, у меня даже такое ощущение, что где-то когда-то что-то у него, что-то у него сердце взорвется, я говорю, вообще-то он... И он, ну, такой... Ну, сердце взорвется, то есть инфаркт, инсульт или еще что-то он сильно переживает. Володя, вот, свидетель. Володя говорит, да, похоже, как похоже. Ну, я не ожидал такой формы, честно скажу, не ожидал. Это раз. И во-вторых, когда уже... Или такой решимости, скажем. Да, 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 решимости. Вот, когда мы Колю проводили, в общем-то, ну, когда похоронили, собственно говоря, попрощались, все приехали на Пушкинскую 10, там, ну, и там, конечно, все друзья собрались, но мы сидели за одним столиком с Дмитрием Шагиным, я говорю, Дим, я, говорю, Митя, вообще-то уж не ожидал. Говорит, а что, говорит, что удивляешься, говорит, он же, это, в 80-м году, когда Джона Ленну убили, он же себе вену перерезал, и уже, говорит, он, говорит, две недели, как-то находился, говорит, то есть у него уже была попытка суисцида, вообще-то была, вообще-то уже, скажем, вот, это раз, да, ну, и потом, вот, можно рассказать очень много интересных таких моментов, но я рад и счастлив, счастлив, то, что, во-первых, вот я как-то приходил с достойными людьми, Володя посвятил Коле Васину несколько стихотворений замечательных, особенно первый, вот, он сейчас прочтет, прочтет, как мы его посетили, вот, и Коле Васину без ложной скромности, скажу, знаете, где-то нас любил, Володчику любил, меня любил, он говорит, Роберт, за что ты, говорит, за что ты меня так любишь, я говорю, Коль, ну, ты, достойнейший человек, все прочее, вот он как родных, обнимал, хохотал, смеялся, ну, честно говоря, тоже, конечно, как я мог, я ему помогал, там, и деньжонок подбрасывал, и на книжку тоже давал, и не случайно, там, в этом числе, благодарность, он мне там написал. Он официально нигде не работал, что? официально не работал, Роберт, деликатный, там, немножко других, у тебя как там, с финансами, мог бы там, ну, он иной раз мог легко сказать, мог бы, 200 или 500 долларов, я говорю, Коль, какие 500? говорю, трешку, дам пятерку, вот, все, у самого там, а последний, а последний раз, у меня там, где-то, тысяч 5-6 было, я, честно говоря, на полторы-две тысячи, купил, там, ну, закуски, ну, я не жалел, вот, Володя свидетель, я там брал хорошие, это тоже святой человек, следователь сказал, у него, говорит, одни штаны, и фуфайка осталась, больше ничего, ну, это не то, где на полторы-две, на две тысячи, купил закуски, в общем-то, и где-то, где-то, так, ну, тысяченка у меня, ой, три оставалось, я говорю, Коль, две тысячи могу, тысячу, вот, так, я говорю, то, что, ну, ладно, спасибо, и на этом, то есть, ну, конечно, поражало, знаете, то, что, вот, я скажу, то, что, как бы сказать, очень такая, тонкая, нежная структура человеческой души, такая, вообще, понимаете, что, ну, у него такой, прекрасный, такой, чудесный голос, такой, редко, я, вот, у меня, в моем, я, я общался с тысячами людьми, вообще, так, и здесь, и за рубежом, и многих людей, знаю, видел, и известных, неизвестных, так, вот, у него такой был, какой-то, я даже не знаю, такой смысл. А мы вот начали нашу встречу, соотношение к женщине, выяснили, чем это закончилось, по крайней мере, для родика, да, было ли у него какие-то отношения, пытался ли он строить там. И даже, даже, даже он, он как-то иной раз так откровенничался, я говорю, Коль, как у тебя, что, ты знаешь, Роберт, что-то там неудача, что у меня что-то было, я даже понял, что у него где-то возможно, даже невозможно, что-то даже, скорее всего, даже есть сын, сын внебрачный, что-то так, и вот какие-то там нюансы, что-то, да, что-то, но там что-то не сложилось, она уехала, там, что-то прочее, у него, у него, ну, как бы сказать, все женщины его быстро покидали, потому что он, как бы сказать, он, зациклен был, не то, что зациклен, он очень неприспособленный к жизни был, понимаете, бессеребренных, бытовой жизни, да, в бытовом отношении он был, вообще, вот так, знаете, вообще-то, к сожалению. Он служил, битлан, но не для семьи, вот так вот. Да, не для семьи, это был верный служитель, действительно, он целиком себя посвятил, это, как говорится, это, ну, получается, за всю жизнь один, один случай у него, и все. Какой? Ну, вот такой, характерный, скажем, дружба с женщиной. Нет, 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 можно только сказать, я думаю, что, немножко надо, нет, нет, никто ничего не знает, заехал не в то же время. Я хочу сказать несколько слов о состоянии Коли Васина. Да. Вот, мы с друзьями, и Саша Травин, и наш друг Егоров, мы, еще тут был Володя Суворов, у нас был план в свое время сделать с ним совместную передачу с Колей Васином о Битлз. Поскольку у меня, как и у него, полная коллекция Битлз, и кроме этого, еще все осколки группы Битлз тоже все представлены социальными альбомами. Я предложил Коле, я говорю, Коля, давай совместно мою коллекцию будем обсуждать, твои знания. Как-то, я думаю, людям это будет интересно. Он, как бы, согласился, ну, назначенный в день, мы к нему приехали на машине с аппаратурой, со всем. Должны были ехать как раз вот туда, на Ленинский проспект, там, где у меня колесо находится. Он вроде бы согласился сначала, а потом, когда мы к нему приехали, у него, я вижу, большой какой-то душевный надлом, он не может собраться. Он говорит, нет, сегодня, сегодня я не в состоянии это делать. Сделаем другой раз. Ну, мы очень огорчились, конечно, потому что настроек был большой. Поехали, сделали, так сказать, такую передачу, но без него. Потом, и правда, узнали, что он тоже сделал подобное, сам уже, по Джону Леннона. Но вот это показывает, что он при большой договоренности и обоюдном уважении он не смог поехать и сделать. Я хочу еще несколько слов сказать об его уходе. Об этом почему-то никто ничего не говорит. Дело в том, что никто из его близких друзей не верит в то, что он покончил с собой. Есть круг определенных этих людей никого нет, но, может быть, они в следующий раз будут. Никто не верит, что он покончил с собой, будучи христианином. Он очень странно ушел из этой жизни, не оставив практически ничего. Будучи таким энтузиастом постройки храма, он должен был все это оставить после меня. «Я прошу сделать архитектора то, я прошу сделать директора то». Он не мог бросить все это так беспризорно. Он ушел совершенно загадочно. Он пришел в этот универмаг с пятой галереи, которой он якобы с третьей, там пять этажей, с третьей галереи он бросился. Он там просидел в ресторане полтора часа, а может больше. Да, больше двух часов. Пил? Просидел в ресторане. Я просто сидел и все. И потом внезапно, очень странно, такое было впечатление, что его сзади кто-то подтолкнул. Камера это не занята. Но он, значит, походил мимо вот этого места, как говорит камера, и такой момент был, как будто его кто-то подтолкнул. Все может быть. Мы с задним числом можем думать о чем угодно. Но странно, что о нем никто ничего не написал из официальных кругов. Те детективщики города, известные, имеющие агентства, которые должны были сказать свое слово, никто ничего не сказал. Его смерть окутана молчанием. Те документы, которые остались после него, были сунуты в нос родственникам, потому что они не могли толком ничего прочитать. Поэтому может быть еще когда-нибудь его смерть будет более освящена. вот тут у нас хотят сказать что-то будет. Продолжение следует...